Субтитры создавал DimaTorzok Намаскар. Я хочу поговорить о интуиции, хочу поговорить о внутреннем голосе. Вы много раз слышали, что нужно следовать за своим внутренним голосом. Что за внутренний голос такой? Очень важно не перепутать внутренний голос с эмоцией, с инстинктом. Часто у людей какая-то возникает внутреннее беспокойство, страх, такие вещи. И люди думают, о, это мне внутренний голос говорит, что-то не получает, значит, не надо. И люди не понимают, а где же всё-таки? Это мне знак свыше? Там какое-то препятствие возникло. Это мне знак свыше, что мне не надо туда идти? Или это испытание на моём пути, чтобы я преодолел эти испытания, стал сильнее, и в итоге само это испытание, это и есть путь на самом деле. И вот это такая вот... Я уже много раз объяснял, но по-прежнему людям не ясно до конца, как вообще поступать-то, как быть. Поэтому очень важно говорить об интуиции. Интуиция — это более высокая способность разума. У нас есть инстинктивная часть нас, эмоции, инстинкты, которые отвечают за притяжение. Мне что-то нравится, я что-то хочу, меня тянет к этому. И отторжение. Мне что-то не нравится, я хочу убежать от этого, я хочу уйти. Это самый первый, самый примитивный слой нашего бытия. Потом следующий уровень — это интеллектуальность, это способность анализировать, способность сопоставлять информацию, запоминать, вспоминать, анализировать, думать. Но интеллект, понимаете, он очень ограниченный. И вот это вам не какой-нибудь чат GPT, в котором и тот делает ошибки. Человеческий интеллект, он малым количеством информации обладает. А ту информацию, которая у него есть, он не способен всё состыковать. Поэтому есть внутри нас что-то... Интеллект — это аналитическая способность. И внутри нас есть синтетическая способность. Это взять объём информации огромный и в этом огромном объёме найти то, что нужно, и найти правильное решение. Мало того, даже то, что ты не переживал, получить доступ в то, что называется коллективное бессознательное, и оттуда взять то, что тебе нужно. Тот, кто обладает интуицией — тот великий человек, тот выдающийся человек. И вот какие виды интуиции есть? Три вида. Я им свои собственные названия дал. Это на основе слоёв разума я определил эти виды интуиции. Первая — это интуиция творческая, творческая интуиция. Вторая интуиция — это интуиция истины, истинности. И третья интуиция — это интуиция любви. Творческая интуиция — это способность видеть то, что другие люди не видят. И, соответственно, способность придумывать, изобретать, формулировать то, на что другие люди не способны. Когда это сформулировано, все говорят, ну да, ну конечно, ну это ж вот оно, под ногами, да как я этого не заметил? Но уже всё сформулировали. Был найден этот образ, была найдена эта метафора. Ты её не увидел. Её увидел великий человек, её увидел поэт, её увидел философ, её увидел инженер, а ты нет. Когда он её увидел, когда он её принёс вот сюда, на грубый план, тогда её все увидели. Но это всё было до этого. И вот наш разум, он действует как призма. Он отфильтровывает очень специфические вещи, он пропускает внутрь тебя. И в основном все хорошие вещи он не пропускает. То есть человек смотрит, слушает, но не слышит. Вот возьмите для эксперимента моё видео, дайте кому-нибудь послушать. Вы уже медитируете, вы слушаете, и вам уже становится понятно. Просто какому-нибудь человеку возьмите, дайте послушать. Он ничего не услышит. Он послушает, он будет слушать, но он не будет слышать. И все эти хорошие вещи, это и вас тоже касается. Ты слушаешь, но ты не слышишь. Почему? Потому что есть огромное количество фильтров, через которые эта информация проходит и не заходит в тебя. И вот когда ты начинаешь эти фильтры снимать, тогда случается с тобой, ого, я вижу и я вижу, я слышу и я слышу. И вместе с этим ты можешь услышать те вещи, которые в конце концов смогут тебя поднять на новую ступень развития. Ты можешь впустить в себя благость, а до этого нет, всё отфильтровывается. Ты даже просто перескажи, что ты. Ты не перескажешь, у тебя идеи мимо проходят. Мало того, ты сможешь формировать свои оригинальные идеи, ты сможешь формировать своё оригинальное видение. Что-то новое, что-то необычное, что-то уникальное для тебя. Это уже огромная трансформация. Интуиция истинности – это, на мой взгляд, самая важная интуиция. Это способность говорить «да», способность говорить «нет». Вот что-то в твою жизнь приходит, и ты говоришь «да». Это истинно, это правильно, ты принимаешь. Или ты говоришь «нет, это ложно, это не истина, это мне не нужно». Хотелось бы такую способность? Да это самая главная способность. Быть ведомым глубинной внутренней мудростью. И, в конце концов, интуиция любви. Мы были с моим другом сейчас в Индии. Я с группой ездил, и он нас предпринимал, как оказывал нам гостеприимство, радушие. И наша главная программа была, что мы утром сидим, медитируем, вечером сидим, медитируем вместе, подолгу. И был такой красивый вечер, мы сидели под деревом баньян и два часа мы медитировали. Но потом глаза открыли – такая приятная погода, такой тёплый воздух, такая тишина, такой мистицизм кругом. Темно уже стало, какие-то такие звуки в природе, какие-то птички, кузнечики. Супер наслаждение. Я ему говорю – Дада, ну расскажи что-нибудь нам, вдохнови нас. И вот он начал говорить. У него исключительно интуитивный ум. То есть он говорит прям такими выстрелами. Каждое предложение в точку попадает. Каждое предложение, каждое предложение. Я прям слушаю и наслаждаюсь, думаю, вот сейчас вот всем нам – это самое то. И в конце концов он сказал такую вещь, меня очень тронуло. Он говорит – я всю свою жизнь следую дисциплине. Я всю свою жизнь медитирую, рано встаю, делаю асаны, живу нравственной жизнью. Живу, стараюсь жить не для себя, а ради общего блага всех существ. И в результате я вижу Бога во всём. I see God everywhere. Ну, Бог – это такое слово привычное. Вообще в йоге мы говорим – высшее сознание. То есть мы понимаем это как некую живую субстанцию, некое присутствие сладостное, могущественное, высшая мудрость и бесконечная энергия вместе в одном флаконе. Высшую мудрость и бесконечную энергию соединить – это то, что мы называем сознание, высшее сознание или Бог, как хотите. Но Бог – это часто такой религиозный термин и такой антропоморфный, да, в форме человека там рисует. Высшее сознание – это такая некая субстанция, которая пронизывает собой всё. И вот Он говорит, и как результат я вижу Бога во всём. Мне это очень тронуло, мне это очень понравилось. Почему? Потому что со мной это тоже резонирует, потому что я тоже начинаю видеть Бога во всём. Он в искусстве, Он в природе, Он в людях, в красоте и во всём, во всём, во всём, во всём. Но чтобы видеть Его, вот сейчас вот некоторые слушают и скажут, да-да, что ты там рассказываешь. Но чтобы это видеть, нужна особая настройка, нужна особая интуиция, особая восприимчивость твоего ума. И как вот эти вот вещи развиваются? Первое – интуиция творчества, она развивается за счёт того, что ты разбираешь свой ум, разбираешь его границы, в которых твой ум пребывает. Как ты это делаешь? Через практику пратьяхара йоги. Отключаешь свой ум от внешнего мира, отключаешь свой ум от своего тела и останавливаешь все свои мысли и предельно концентрируешь свой ум. Самый лучший способ изучить высшую форму пратьяхара йоги – это получить личный урок медитации. В укрощённой форме, укороченной форме ты можешь изучить это в базовом курсе нашем, в базовом уроке медитации. И через это ты увидишь. Вот полгода ты помедитировал, вот то же самое видео ты включишь, будешь его слушать и скажешь – ну как же я слушал, но не слышал? Вот то, что происходит. Это удивительный феномен, абсолютно удивительный феномен. Но именно так это и происходит, и многие из вас уже это переживают. Если вы уже медитируете три месяца или полгода, вот то, что вы раньше не могли принять, воспринять от меня или ещё из книг, из каких-то там, из жизни. Сегодня вот этой благости в вашу жизнь войти позволено, и вы можете сделать шаг на следующую ступень эволюции, и вы можете прогрессировать в своей жизни. Поэтому пратьяхара-йога – это очень великое благо – выводишь свой разум. Потом следующая форма интуиции – интуиция истинности – да или нет, способность по или нет. Вот да или нет – это мне знак свыше или это препятствие, которое должен преодолеть? И само препятствие есть мой путь, само препятствие – это и есть способ подняться выше. Вот да или нет – это истина или не истина? Как ты сможешь? Через достижение предельной концентрации. Когда твой разум становится лазером, он прошивает этот туман иллюзии, туман невежества и прозревает – да или нет? Следующая интуиция любви – воспринимать вот это сладостное присутствие, сладостный поток везде, в каждом человеке, в каждом объекте. Жить в божественном мире как результат – это через тхьяна. Тхьяна – это медитация. Медитация – это способность. Йога – это значит связь, способность почувствовать эту связь. Перед тем, как медитация может начаться, вот та, о которой я сейчас говорю, тхьяна, ты должен прийти к высшей форме концентрации ума. Ум превратился в лазер. И вот этот лазерный ум, он прорезает, и он способен ощутить вот это присутствие. Он способен почувствовать, что я не просто повторяю мантру, но я, когда повторяю мантру, высшее сознание также это слышит и также это воспринимает. И я это чувствую. Я тут стихи читал недавно Руми. И он говорит, Бог – владыка царства. Кто склонит перед ним голову, получит сотни империй, а ещё и мир за пределами этого мира. Но секретный вкус этого сокровенного поклона будет для тебя слаще, чем сотни империй. И ты воскликнешь скромно. Мне не нужно другого царства, кроме царства этого поклона. Мне не нужно другого царства, кроме царства этого поклона. Вот для того, чтобы прийти к этому, для того, чтобы прозреть и коснуться святая святых существования, все разные культуры это по-разному называют, но мы все примерно договорились о том, что есть некая высшая реальность. И святые люди способны прозревать и чувствовать это. Вот это через тхьяну. Когда ты повторяешь мантру и, повторяя мантру, ты одновременно чувствуешь, что на другом конце провода кто-то слушает. Да, то есть я, когда произношу мантру, жизнь, сама жизнь её воспринимает и чувствует. И я чувствую эту жизнь, и я чувствую, как жизнь чувствует меня. Очень сложно объяснять тхьяну. Я даже, знаете, когда в детстве читал книжки по йоге, я всё никак не мог понять, что имеется в виду тхьяна. То есть там рассказывают про тяхара, более-менее понятно, там тхара на концентрации тоже понятно. А тхьяна, ну это вот некий поток. То есть, мол, разум, он становится как мёд. И вот мёд, когда наливаешь, он такой густой струёй течёт без прерываний. Вот это вот тхьяна. Ну и что это значит? Непонятно. Я понимаю, почему непонятно. Потому что люди, которые эти книжки пишут, они сами не поняли. Они не понимают. Потому что для тхьяны, чтобы написать о тхьяне что-то, или сказать вообще что-то о тхьяне, нужно лет 20-30 медитировать. Тогда ты начинаешь вот эту вот саму инсценцию, саму квинтэссенцию этого улавливать. И от этого вот эта интуиция развивается. Как у моего друга. Он говорит, as a result, I see God everywhere. В результате я вижу Бога во всём. И я знаю, что это правда. Я знаю, что это правда. Потому что я сам чувствую, как во мне это потихонечку начинает открываться. И в нём я вижу, он настоящий какой-то полубог, да? Вот на земле живёт такой человек. Я удивляюсь, как это вообще возможно? Вот это возможно за счёт того, что наш разум развивается при помощи практики медитации. И также очень большую роль играет дисциплина, дисциплина ума, дисциплина вот этого интеллектуального твоего ума. Если интеллектуальный ум не упорядочен, если интеллектуальному уму позволено двигаться вот так вот капризно, да? Что хочу, то и ворочу, интуицию услышат очень сложно. Интеллект блокирует интуицию. Вот поэтому дисциплина ума тоже очень важна. Ну вот, это такое вам немножко вдохновение на то, чтобы практиковать медитацию. Если кто-то не начал ещё, начинайте, начинайте сегодня. Там ссылочки есть, будет на базовый курс медитации. А ещё я буду семинар проводить. Этот семинар, ну или онлайн-ретрит, он посвящён как раз как жить в соответствии с сердцем. То есть как услышать этот голос, как отличить одно от другого и где найти мужество для того, чтобы следовать за этим голосом сердца. Семинар очень скоро будет. Вообще само по себе онлайн-ретрит – это мощное событие. Даже если вообще никаких лекций не давать, всё равно это событие поднимает вас на другой уровень. Это коллективная практика. Целый день мы делаем, 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 и вы приобретаете духовный опыт. Ну а такая тема, она, конечно, очень важная. Поэтому я с удовольствием, потому что я считаю, если ты вот это понял, то ты что-то понял. Если в твоей жизни интуиция заработала, твоя жизнь будет успешна во всех отношениях. Поэтому, друзья, приглашаю вас на этот онлайн-ретрит. Ну, если так случилось, что вы успели это видео посмотреть до начала. А если посмотрите после, да, уже прошло это мероприятие, ну, тогда просто начинайте медитировать, возьмите это как вдохновение. А если успели, вот получилось так, что это видео вышло, вы посмотрели. О, скоро ретрит, ну, вам очень повезло. Давайте подключайтесь на ретрит и будем развивать эти навыки. Медитировать вместе, вместе подниматься выше и выше. Смотрите по ссылкам, всё там есть в этих ссылках. Намаскар. Дорогие друзья, это видео и вообще в целом проект «Уроки медитации». Мы не имеем какого-то большого финансирования. Проект существует только благодаря вашей поддержке. Я очень высоко ценю эту поддержку. Вот все, кто хочет поддерживать, моя большая благодарность. И информацию об этом можете найти под этим видео, в описании под этим видео. Спасибо. Спасибо.